Вы знаете, вот по-разному к Ельцину относятся сейчас те люди, которые его знали и с него работали. Вот тоже в рамках той же важной персоны недавно беседовала с Людмилой Нарусовой, с сенатором. И она крайне негативно о Парисе Николаевиче отзывается. Но я не к этому, а к тому, что у нее прозвучала такая вещь, что человек не может занимать никакой важный пост и руководить более 10 лет, потому что он заражается мессианством. И вообще это не хорошо, когда более 10 лет человек сидит на одной позиции. Я-то сразу подумал о вас. Вы ведь пятый срок подряд возглавляете союзские миниографисты. С точки зрения координат госпожи Нарусовой нехорошо вы поступаете. С 98-го года вы на этой позиции уже пересидели все допустимые... Я подумаю об этом, я задумаюсь о том, что думает госпожа Нарусова. Нет, ну вы как вообще относитесь к тезису, что человек не должен долго занимать руководящую должность? Кстати, дело в том, что мы живем в стране, в которой большую часть своей жизни была монархией. Да. Поэтому, так сказать, сменять монархов по поводу того, что хватит быть монархом, я думаю, что это довольно странно. Дело же заключается в том, насколько человек соответствует тому народу, который его избрал, или той стране, которой он руководит. Если менять только потому, что, вы знаете, ведь в Соединенных Штатах меняется фотография жены на столе, в принципе. Да? После восьми лет. Ну что еще меняется? Особо. Ну, может быть, сейчас, так сказать, пришло некое чудо в перьях. Так сказать, это отдельно. Но, в принципе, там, ведь вы же не можете проснуться однажды после выборов и увидеть зеленый флаг ислама на Белом доме, правильно? Вы же не можете увидеть, так сказать, красный истяк там. Там меняется внутри, так сказать, все равно определенная система координат. А у нас замена может быть практически полная. Когда конфронтация между, скажем, точкой зрения либералов, или точкой зрения консерваторов, или с точки зрения коммунистов, она достигает апогея и в результате побеждает кто-нибудь один, то, в принципе, меняет, может измениться вся система координат страны. Но когда это происходит в стране, не знаю, в Ватикане, или происходит это в Монако, ну, хорошо, это, может быть, кому-то будет там удобно, неудобно, но это не катастрофическое дело. А когда это происходит в гигантской стране в ядерной державе, когда офицеров обучают в течение лет их обучения, они присягают кому-то, а потом говорят, что это, кому присягали, его расстрелять надо. Вот как быть в этой ситуации, в стране такой, в которой столько часовых поясов, в одном месте еще выпивают, а в другом уже похмеляются. Как можно, так сказать, такую страну подкидывать на Орла-Решку? Я не представляю себе, это катастрофа, это катастрофа. И вообще попытка, на мой взгляд, повторяю, попытка экспериментировать, давайте поправить сейчас немножко, пусть правит сейчас Явлинский, а потом пусть Навальный, а потом пусть Зюганов, давайте, ну, чтобы, так сказать, ну, все-таки, чтобы всем было... Пусть растут все цветы, как бы. Да, пусть растут все цветы, но это катастрофа. Я вообще считаю, что единственная форма существования для такой страны, как Россия, это просвещенный консерватизм. Это, так сказать, осознание того, что есть корневая система, а когда она мощная, есть ствол, листья могут и сюда гнуться, и сюда, как ветви, как угодно, но есть корневая система. А когда нет корневой системы и вертикали власти для такой страны, как Россия, это мировая катастрофа, глобальнейшая. Субтитры создавал DimaTorzok